и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий и снова разговор об альтернативе в одном из своих я бы сказал довольно недавних видео я показывал как ведут себя магниты при складывании их ну вот как вот здесь один на один насколько вырастает магнитное поле и возможно ли складывание магнитов для увеличения магнитного поля при поклейке их на ротор и под тем видео один из моих зрителей написал а как же ведут себя магниты если их сложить встречными полюсами и в общем я пообещал этому зрителю не знаю смотрит он меня сейчас в данный момент либо нет но я не забыл то что я обещал я сказал что при случае я проведу этот тест и мы узнаем как ведут себя магниты ну придется повторить тест при сложении север к югу север к югу ну и мы проведем тест я попробую склеить магниты встречными полюсами то есть север к северу ну типа получится ли у нас ну скажем однополярный магнит ну либо что с этого получится склеить конечно будет трудновато но у меня уже есть мысль у меня вот там тиски я по чуть позже все покажу и попробуем сжать тисками эти магниты встречными полюсами склеить но если даже они не склеятся ну то есть оторвутся мы их потом склеим через подложку с металла я думаю тогда мы их наверняка склеим значит для того чтобы сделать этот тест ну во всяком случае у меня в данном случае идет поклейка магнитом то есть у меня есть магниты здесь осталось доклеить по одному ряду в каждый полюс то есть магниты практически наклеены кстати наверняка многие обратились что я наконец-то сделал полноценный стапель для поклейки магнитов до этого у меня были временные и вот они служили по сей день то есть как табуретка верх ногами ну покажу и вот теми табуретками я пользовался ну а все же решил сделать полноценный стапель под поклейку магнитов значит для проверки есть у нас тесломер который свое время подарил мне ярослав владелец магазина магнитон мало того у меня появился новый определитель полюсов который разработал сергей и который свое время мне подарил ну вот это первая его версия он поменьше был почему у меня новый ну потому что этот почему-то отказался работать и в итоге я заказывал магниты и заказал у ярослава ярослава продаются такие определители чтобы он мне выслал этот определитель ну витой ярослав не также подарил этот определитель ну за что ариославу огромное и отдельное спасибо так значит по поводу вот этого ротора я уже не стал снимать здесь все как обычно это ну шильдика нет на двигателе владелец этого двигателя лично приехал ко мне в гараж своим автомобилем привез этот двигатель он приехал с двумя генераторами один мы протестировали двигатель оставил на переделку значит ну осталось здесь доклеить а завтра буквально будет этот двигатель уже готов ну я надеюсь на это вот значит по вот этому двигателю ну я практически ничего не снимал ну вставлю некоторые отрывки то все как обычно сначала проверил на какие обороты это двигатель вернее его даже сразу разобрал я по обмотках определил что это шестиполюсный двигатель но вито я его все же включил замерял тахометром обороты да он оказался 60-полюсный 50 герц здесь вот такие обороты девятьсот девяносто семь ну а далее все как обычно заказал магниты у ярослава интернет-магазин магнитон вот пришли магниты вот проточил ротор клею магниты ну в итоге я думаю покажу уже готовый результат что с этого двигателя получилось ну как обычно в конце там будет табличка замерами мощностными характеристиками то есть работа генератора под нагрузкой вот ну а в данный момент мы все же разговор будет о магнитах значит покуда что я не все магниты доклеил вот они у меня в руках мы в данный момент по проверим либо повторим те действия которые я и делал при соединении магнитов один на один как они себя ведут и потом проверим как ведет себя магнит с и встречными полюсами ну далее все как обычно с вас лайки комментарии надеюсь это видео будет интересным и погнали ну в итоге есть у нас вот два магнита видим определитель показывает что здесь северная сторона nord и здесь северная сторона зачищаем эту сторону так это север и зачищаем эту же сторону так это также я думаю видно север так они будут отталкиваться размешиваем клей будем надеяться что что они склеятся так вот так чтобы вам было видно надеюсь будет видно отталкиваться так примерно одинаковое количество и размешиваем так есть и здесь есть здесь так все мне нужно сейчас я покажу что я делаю все вот так вот соединяемся так выскочит выскочил собака ладно мы повторим это так вот эта сторона я тост по центру теперь поставлю отдать так здесь упорчик здесь упорчик так ну что поехали попытка номер два ребята по моему да да все получилось так ну надеюсь надеюсь все будет окей так мы ждем ждем засыхания клея а тем временем мы посмотрим как себя ведут магниты при складывании друг другу друзья на я надеюсь вот так вот будет нормально видно включил подсветку сбил на ноль берем один магнитик один куда что один так размеры магнита вот идеально 40 здесь 18 до 18 идеальный размер и на 10 так и 10 значит да что радует если у ярослава заявленный магнитом 40 по 17 на 10 он имеет реальные размеры это не то что там купили в китайцев хорошо если по полмиллиметра то есть и миллиметра его не хватает так ну что ну вот north северная сторона и меряем меряем на магнит этого магнита думаю будет вот так видно 346 мили тесла под край 360 под этот вот примерно теперь прикладываем еще один магнит так чтобы они притягивались то есть раз здесь у нас север я думаю за свечи является вам видно два значит здесь у нас южная сторона так это вот это значит вот этой стороной они будут притягиваться ну нужна рука потому что бабахнет здорово да вот все давайте этой же стороной вот север меряем два магнита насколько возросло магнитное поле возросло вот сразу 400 там даже 70 по центру под край 500 даже есть два магнита уже больше магнитное поле ну что прикладываем еще один в общем ищем так обратной стороной есть есть так три магнита три магнита это потолок больше принципе и не не стоит то есть возрастание магнитного поля есть но она уже два магнита еще ничего 3 так себе а 4 там 4 5 и дальше уже как бы возрастание есть но давайте замеряем максимальное значение 538 и все и для чистоты эксперимента еще один прилепим да давайте прилепим 4 так обратной стороной есть то есть привесок есть но совсем маленькие 550 максимальное значение чем у нас тут 250 в общем 556 и все 500 где-то 577 так ну с этим то понятно разобрались так ну а самое интересное еще подсыхает то есть это мы убираем это наверняка возникнет вопрос по поводу сборки халбаха но друзья с плоскими магнитами здесь ничего не получится потому что магниты нужно будет вращать то есть магнит должен быть квадратной формы такой вот формы так кстати у меня вот 4 магнитика есть мы сейчас что-то что-то попробуем сделать и добавим вот этот 5 побольше сейчас мы попробуем соорудить сборку халбаха значит друзья витой ситуация такая я попытался собрать эту сборку вот как есть вот так вот они тут то было а все из-за того что например вот этот магнит да мы разворачиваем вверх северным полюсом то два крайних нужно развернуть в сторону ну влево и вправо северным полюсом а так как у нас аксиальная намагниченность в этих магнитах то есть до половины магнит имеет полярную северную с нижней стороны южная то этот магнит пытается примагнититься относительно ну той либо другой стороны и и он выпрыгивает в итоге приволок вот такую металлическую железку и сейчас мы попробуем эту сборку собрать на вот этой железки значит смотрим так ищем вот у нас так где у нас север чем сложным проверки вот такие квадратные магниты ну потому что легко попутать его полярность чтобы определить где север где юг ну это вот так вот нужно то есть он больше никак не примагнититься например так потому что прибором если вести вот северная сторона а эта сторона на поделена верху север а с этой стороны видим и юг а с этой стороны уже юг полностью то есть здесь пополам магнит то есть вот север приклеиваем сюда теперь нам север нужно чтобы он был на две стороны сюда и сюда ищем этот север так здесь нет вот север один как он он даже он даже на металле пытается вылезть выпрыгнуть то есть вот здесь у нас сер да как интересно получается так и второй северной стороной влево так здесь у нас вот север так вот так вот видим они уже боком стают то есть и даже не так то просто приклеить друзья так так что у нас получается то а теперь нам нужно приклеить раз здесь вверх смотрит то здесь вниз стороны севером вниз так где этот север вот север так и этим вниз так у нас получается средние магниты пытаются вылезть наружу так ну а что у нас получилось святки так включаем прибор и смотрим друзья смотрим как замерить он меряет этот магнит отдельно меряет 416 здесь у нас половинка магнита давайте по центру вот этот магнит 420 до получается если вот так вот как-то хорошо с этой стороны чё у нас но с обратной стороны у нас практически ничего нету либо она рассеялась здесь вообще ничего нету интересно и как хорошо если мы приклеим еще одну железку вот так вот вот-вот вот так все приклеивается так и чё у нас тут тоже ничего не закоротились получается в общем с этим халбахом как-то как-то и вот это все вот это получается один полюс вот эти магниты выскакивают этим халбахом что-то что-то может что-то в нем есть но интересно получается в общем что могу сказать понятно что ничего не понятно может здесь и действительно есть большое поле да такая вот друзья сборка получается друзья ситуация такая иногда я замечаю что моя чуйка она впереди каких-то событий и это видео одно не исключение дело в том что это видео было готово к размещению на ютубе еще ну минимум четыре дня назад то есть она висит у меня в компьютере она полностью готова и прикол в том что буквально позавчера один из моих зрителей под одним из крайних видео о выработке ветра солнечной системы написал комментарий не мог бы ли я собрать и протестировать сборку халбаха честно говоря меня это даже улыбнуло потому что видимо я чувствовал этот вопрос и я сделал эти тесты кстати видео о наработке моей ветра солнечной системы ну скорее всего за март месяц его уже не будет то есть вот это февральская это скорее всего скорее всего ну и так думаю что это было последнее видео о работе моей ветра солнечной системы потому что ну честно говоря мне например это интересно но некоторые из моих зрителей ну особо одаренные наверное они пишут типа что ты фаста и со своей наработкой тем более там ветрогенератором который ничего не выдает ну раз не выдает значит не выдает ну и это значит пускай так вот ну возвращаемся к сборке халбаха в общем в итоге когда уже это видео как я говорю уже отснято она готова все же я решил более детально изучить вопрос о сборке халбаха и друзья я вернулся снова к с этой сборке вот я ее собрал скажу честно склеить сборку халбаха не так то просто и у реально очень сложно склеить потому что внутренние магниты которые должны стоять вот так вот ребром то есть полюсами наружу например либо полюсами внутрь они стараются развернуться и присоединиться к там например северному полюсу который стоит по центру то есть мне их нужно приклеить вот так они разворачиваются вот так ну чтобы было более понятно вот эту сборку я клеил наверное ну не меньше часа были разные варианты я уже клеил сначала на суперклей это бесполезно потом все же на металл бонд проверенный клей и клеил практически по магнитику то есть приклеил магнитик и хотелось сделать так чтобы магниты были не на металлической основе потому что металлическая основа она как бы экранирует все вот эти вот поля и разобраться что там и как непонятно поэтому было решено приклеить на ну вот такую вот деревянную фанеру и значит как я это делал то есть изначально я приклеил как бы на фанеру этот магнит но с фанеры когда подсовываю следующий полис этот магнит срывала далее что я делала я под эту фанеру подставил вот такую металлическую основу ну не буду сейчас примагничивать его как бы уже лучше но все равно магнит разворачивался далее я взяла резец и уже резцом сверху приходилось ну как бы выравнивать эту плоскость и чтобы магнит не приклеился к рису в общем снова же подставил вот такую фанеру то я и уже вот видим вот видим следы это я ее оторвал в общем в итоге ребята с какой не знаю какой попытки я это склеил да и вот теперь у нас есть индикаторная пленка вот это вот которую кстати мне в свое время подарил ярослав интернет-магазин магнитон и вот теперь мы можем рассмотреть как размещаются полюса этих магнитов с помощью индикаторной ленты пленки замерить тесла мерам какое-то здесь поле но не получится потому что датчик считывает магнитное поле не общей сборки а отдельно каждого магнита и вот ну не получится это либо какую-то пластинку наклеивать возможно и с этой пластинки что-то в общем мы не будем уже пользоваться тесла мерам мы просто посмотрим результат как выглядят магнитные поля с помощью вот этой индикаторной пленки в общем смотрим так надеюсь так будет хорошо видно так берем индикаторную пленку и прикладываем ее сюда вот так вот и что мы видим вам плохо видно ребята вот так вот я думаю вот так вот видно вот видим как размещаются магнитное поле значит в данной ситуации по центру вот видим мы видим как бы три магнитика вот центральный значит в данной ситуации центральный магнит от здесь южная сторона окрание магнита это северная сторона вот я думаю будет видно что засвечивается два светодиода вот видим два светодиода крайний это северный полюс и этот крайне северный полюс по центру это южный полюс внутренние магниты они повернуты северной стороной к центральному магниту вот смотрим север ну здесь получается пол магнита юг север вот я вот видим далее у нас южная сторона и этот магнит у нас также вот видим север юг и вот здесь вот крайне север то есть смотрим вот так вот юг по центру вот так вот выглядит это я прикрываю да вот так вот лучше все таки видно когда свет прикрываю и вот видим вот это у нас южный полюс вот это у нас северный полюс вот это северный а вот эти вот видим поля это центральный магнит который здесь пополам то есть их здесь практически не видно этих магнитов а теперь смотрим как я думаю запомнили да как выглядит эта картинка так и переворачиваем обратной стороной так что же такое так здесь уже вот видим насколько больше магнитное поле ну вот видимо ну даже не помещается в эту пленку в общем она вот так плохо ну вот так вот да пытаюсь на камеру смотреть так вот так и вот так то есть разница как бы есть но честно говоря то что магнитное поле увеличивается и эта сборка реально работает применять ее в генераторах ну это очень проблематично проблематично в том плане что клеить вот так вот эту сборку этими магнитами как видим магнитов 5 но вот видим магнитов 5 а здесь их кажется что их как бы три интересно получается так же самое с этой стороны здесь явно выраженные такие вот жирные полюса на так вот то есть система рабочая но применять ее генераторах очень проблемно ну что друзья будем надеяться что это все засохла так а как она будет здесь магнит примагничен сюда здесь сюда начну отрывать будет отрываться да попробуем ему помочь вот так отлип так да он пошел так ну что дальше что дальше есть друзья у нас так идем идем смотреть чаем прибор так сначала смотрим как полюса опа а не показывает и с обратной стороны то есть получается норд внутри у нас биполярный получился ну вот пополам да вот средина у нас север а по боках юг и юг прям чудеса так но витой и чем мы имеем кстати вот с высвечивается вот видим южный полюс здесь с до внутри вот получается норд вот северный полюс внутри приличная кстати на магниченность такая же как и одного магнита но только здесь однополярный магнит получился друзья еще раз показываю видим светится один светодиод а вот здесь внутри видим 2 то есть север внутри с двух сторон у нас юг здесь юг здесь юг обалдеть так главное теперь как-то его все нужно расклеить чтобы не побить ха-ха кстати там кто-то говорил что склеить нереально мол никакой клей не удержит ребята держит держит еще как держит еще попробую как-то раздолбить я думаю ответ в этом видео понятен что ну реально и склеить и реально получить однополярный магнит скажем так то есть вот вот на север внутри по краях у нас юг думаю так четко видно как светит светодиод здесь один светит с этой стороны посредине вот он север отталкивается отталкивается но это притягивается сделаем вот так чтобы рассоединить вот эти магниты так здесь отталкивается здесь притягивается так блин чудеса они ведут себя как-то нет они нет причем взял приклеил сюда магниты и все они и так отталкивается и так отталкивается они на подстают вот у блин и вылезла это пара склеенная в общем какие-то чудеса с этими магнитом кстати так ладно если мы еще раз так так приклеил так приклеил как же его оторвать да чудеса так приклеил не так вот как-то так приклеился в общем как то они ведут себя странно в общем непонятно ну прям чудеса так сейчас попробуем ударить и расклеить так ну что друзья попытаемся ни хрена себе отлетел вот это дает вот это сила я не знаю видели вы это либо нет вот это да здесь мысли зал от компьютера капец на и побилоны вот это да вы горите не клеит отдай молоток так отдай нож никель слетел никель слетел здесь никель в общем какие выводы клей клеит магнит ну собственно типа однополярный как бы сделать можно ну если не учитывать что вторая полярность будет внутри что еще кстати свойства такого типа однополярного магнита в общем непонятные как-то он не совсем адекватно себя ведет по сравнению с обычным магнитом в общем в любом случае свои выводы пишем комментариях ну а я продолжаю клеить дальше так ну и собственно вот так вот выглядит ротор с поклеенными магнитами шикарно все получилось на один полюс 9 магнитов все магниты в одном полюсе повернуты одной стороной вверх смотрим видим данном случае это юг то есть вот такой бы я магнит не провел здесь юг а следующий полюс все магниты вот видим светится два светодиодика все магниты здесь повернуты севером далее 9 магнитов югом в общем все классно кстати друзья после каждой поклейки магнитов в голову приходит легендарная фраза кто магнитов кто магнитов купит пачку тот получит ну а в комментариях продолжите свой вариант ответа мой вариант исходя из вот этого исходя из вот этого отхода в ящик это все это все вернее это не все чтобы вы понимали точно такой ящик вон еще один стоит но он там чуть-чуть не полный но это это еще не все это ну за последние там несколько лет то есть это даже не не все что я клеил это все да вот это все под магнитом я здесь что-то к нету больше меньше полукруглые большие вот это то что я на лебедя клеил ну в общем здесь даже трудно представить сколько в килограммах было переклеено магнитом это здесь а там еще само собой кстати по поводу вот этого стапеля с регулировкой под любой ротор но это просто песня раньше это все я клеил на вот таких импровизированных сделанных на быструю руку как бы самодельных табуретках она очень неустойчивая но если еще вот такая вот доска туда она устойчивая а все остальное вот это мелочь она очень неустойчиво то есть были такие случаи что я клею магнит это вся история падает ну в общем в общем так ну и раз мы уж здесь еще одна тема к размышления у меня есть вот такие вот два цилиндра и небольшая загадка что это и зачем ответ будет но ответ будет не скоро это если все нормально потеплеет туда ближе к лету до ответ будет ну а покуда что у вас есть возможность написать что это и зачем и в итоге для тех зрителей которые досмотрели это видео до этого момента собственно вот так вот выглядит полностью готовый ротор с наклеенными магнитами с проточкой сделанным бандажом покрашен собственно мне осталось поженить этот ротор с и со статором сделать тест то есть проверить работоспособность и снять параметры этого генератора ну и записать это все в табличку собираем ротор женим со статором а я его еще не той стороной ставил тую дивизию ребята придется вытаскивать блин ладно сейчас мы его вытащим попытка номер два будет правильно все сейчас собираем и смотрим что получилось и так друзья очередной переделанной синхронной двери патроне токарного станка для тестов значит поскольку шильдика на этом дверь или нет могу предположить что по умолчанию это был 4 киловаттный дверь там на тысячу оборотов кстати дверь судя по всему был перемотан ну потому что здесь уже не заводские выводы с этого дверь я и могу предположить что дверь перематывался то есть он после реставрации видим корпус покрашен кстати интересно такая покраска ну а далее все как обычно нагрузочный стенд изменяем обороты записываем все параметры в исходную табличку которую вы в конце увидите контрольный замер под видеокамеру на патроне токарного станка 100 оборотов напряжение холостого хода 58 и 6 десятых ну в среднем 58 и 7 вольт включаем нагрузку он запел вот видим 145 ватт 146 докрутил я его до 400 оборотов ну а дальше думаю не стоит потому что проворачивается под нагрузку и вал и не хочу спортить вал вот видно и так уже борозду сделал значит на 400 оборотах ну реальных 2 киловатта будет потому что есть просадка по оборотах есть прокрут на валу то есть реальных 2 киловатта на 400 оборотах в общем очень-очень даже шикарно несмотря на то что это шестиполюсный но магниты свою работу делают и это при том что это нагрузка 9 ум то есть есть куда грузить то есть mp5 контроллером ну очень даже шикарный получился генератор друзья на этом все я попытался максимально сжато не растягивая это видео поделиться своей информацией надеюсь это видео для вас было интересным полезным с вас лайки комментарии всем здоровья мира добра побольше альтернативы и до новых видео всем пока